Мейджор, самый главный турнир по Контур-Страйку, Нави против Гамбит. Битва за выход в полуфинал и рожденные побеждать не просто показывают мощную и сильную игру, они показывают бешеную доминацию, демонстрируя вот это. Привет всем, с вами Ирокез и сегодня мы с вами рассмотрим Невероятный матч Na'Vi Gambit, в котором было очень много жарких моментов. Поэтому, друзья, располагайтесь поудобнее, приготовьте вкусняшки и небольшая рекламка, и мы начинаем. Ну а спонсором данного видео является компания 1X. Если вы увлекаетесь спортом и киберспортом и хотите подогреть свой интерес при просмотре матчей, то вам именно к этим ребятам. А по промокоду ИРАКЕС вы сможете получить бонусом аж до 32,5 тысяч рублей. Просто представьте. Ссылка и промокод в закрепленном комментарии. Всем удачи и спасибо. Вообще, СНГ-противостояние это всегда приятно, потому что кто бы не победил, ты все равно будешь радоваться. Но на Na'Vi здесь куда больше были надежды, поскольку даже букмекеры делали коэффициенты что-то в районе 4 на Gambit, а на Na'Vi 1.07 или 1.08. И, как выяснилось, совершенно не зря. Первая карта — оверпасс. Пик команды Gambit. То есть здесь они должны, по идее, играть ее более подготовленно, ну или хотя бы более-менее качественно. И мы видим, что уже со старта Gambit довольно-таки круто заходят на плент, забирают всю команду Na'Vi, ставят бомбу и уже все у них отлично в плане доминации на карте. У Na'Vi, естественно, во втором раунде нет никакой экономики полностью. Сливной раунд, на который нет надежды выиграть. Если выбьешь пару девайсов у соперников, то это уже неплохо. Мы видим, что пока что убили только Нафани. Бит и Симпл уже сидят в таверне. И Бумыч давай хорошо здесь спрячется за траком. Пока что его соперники, ну, по идее, должны знать о его местоположении, но не могут никак выкурить. Бумыч прокидывает, должен сейчас выйти под хорошую флешечку. Но и этого не происходит, от него соперники удаляются. Хотя, мы видим, что время они тянут довольно-таки неплохо. И Бумба до сих пор не стоит, что безумно. Главное, Бумыч забирает одного игрока с ТЗшки 2 в 2. Здесь Хоббит пытается раскидать. Перфектно получает это сделать, но тут же выходит на размен Бумычу. Главное выжить, потому что если игрок не поставит Бумбу, то это победа. Но Шира успевает хотя бы добить игрока, но Бумба не была установлена. И, казалось бы, раунд, который особо-то безнадежный, Нави берут благодаря Бумычу. Это очень красивый был результат. И, похоже, что Гамбитов как раз-таки это выбило из колеи. Вообще, казалось, как раз-таки по данному турниру, особенно по вот этим двум матчам, которые мы посмотрим, что у Гамбитов очень жесткий фактор морали. Как только с ними происходит что-то, что любого игрока выбьет и выведет из себя, они тут же начинают ловить лустрики. И вполне вероятно, что именно поэтому они отыграли так, как отыграли. Здесь уже был экономический от Гамбит, плюс, вы сами видели, было начало 5 в 3, поэтому не было никаких шансов. Счет 3-1. Гамбиты не знают, что им вообще делать и пробуют вскрыть Б-плент. И мы видим даже более-менее удачно. Симпл не смог фликануть в одного из соперников. Электроника забирает Хоббит. Бумыч остается один в пленте, его тот же выводят на Кроссфайр, и он ничего не может сделать. И Нави 2 против 3 с установленной бомбой. Симпл с АВП тут же удален. И здесь вот реально четкий раунд за командой Гамбит. Вышли, сделали все правильно, раскидали гранатки, забрали себе плент и максимально хорошо его выбили. Нафани не прочекал Бита, сейчас за это естественно будет наказан Электроник. Встречает Широ, с АВиком сейчас бы выйти в коннектор, но да ничего страшного. Нафани забирает Электроника, перфекта, минус 2. И это явно раунд за новями, то есть идут такие вот постоянные качели. Игроки берут раунды буквально по очереди, что естественно нам как зрителям куда интересней. Симпл забирает обоих Интерза, просто через стенку прострелил. Здесь как раз таки был может быть план вывалиться у него вдвоем в размен. Дать какую-то хорошую бошку с дегла, потому что на больше особо расчета нет в экономическом. Ну да в принципе не получилось, ничего страшного. 6-2, здесь идет выход через монстр от команды Гамбит. Идеальнейший просто тайминг, словили игроки. Симпл делает хороший фраг. Также налево пытается флекануть, не получается к сожалению. Что-то у него сейчас пока не залетает достаточно хорошо. И опять же с плохим боем команда Гамбит выходит идеально на б-плент через монстр. У них именно похожая данная тактика отработана максимальнейшим образом. О, здесь нам сейчас покажут саму арену. Если кто не знает, друзья мои, то данный турнир проходит в оффлайне. Посмотрите какое огромнейшее количество зрителей. Там невероятная атмосфера царила непосредственно в самом зрительском зале. Здесь, подождите, Интерс забирает электроника. Пытается жить в планте. Бумыч его распикивает Симпла, забирает Интерс. Еще и Бумыча пытается забрать с дегла. Не получается, но Широ выходит в размен. Бит остается один в один против Хоббита. И сейчас можно по идее потащить, но идеальная голова от Хоббита не дает это сделать. 6-4, друзья мои. Счет очень близкий. Гляньте, можно даже подумать, что Симпл как-то решил размяться. Знаете, как в фильмах. Что-то такое. Устюка, ну давай. Ну давай, сейчас я вам покажу. Но пока обе команды играют прям достойно. Электроник забирает одного игрока, второго под флешку. Бумыч там еще немножечко подсобил. И уже 2 против 4. Выход довольно обреченный. Широ, правда, забирает одного из игроков. Но что ему это дает? Да, в принципе, ничего. Еще плюс раунд для Na'Vi. Обратите внимание на блокнотики, на какие-то конспекты, которые лежат у игроков. То есть все подготовленные, так сказать, домашнюю работу сделали. Идеальный выход под флешку. Забрали Бита. Но Симпл, естественно, отомстил за своего тиммейта. Не дает пройти длину. Хотя, сами можете видеть, немножечко оттянулся для того, чтобы его как-то не запушили. И также не убили под какую-то флешку. Потому что, естественно, сейчас игроки более мобильные, с пистолетами. Могут просто вывалиться нереально быстро. Примерно это и происходит. Бумыч остается один на пленте. Но тут же на развороте забирает двоих. Нет, прошу прощения, друзья мои. Троих игроков. И урегулирует ситуацию. Потому что до этого был, опять же, напряженный момент. Но Бумыч сказал, ребят, не напрягайтесь. Все хорошо. Я разрулил. И Na'Vi методично, раунд за раундом, нарабатывают преимущество. Только что было 6-4. Уже 10-4. Опять же, хороший выход на Б-плент от Гамбитов. Именно это получается у них действительно качественно. Они прямо ломают оборону рожденных побеждать на этом пленте. Зашли без потери игроков. В принципе, ставят бомбу. Симпл пытается как-то раскидать. Но, опять же, никакого, так скажем, импакта это пока что не вносит. Хотя вот Электроник забирает игрока в коннекторе. Знает ли он о спине? Хороший очень вопрос. Выходит, забирает еще одного игрока. Нет, сейчас ловит плохой тайминг. Прокидывает флешки. Но Нафани его забирает спину. И здесь мы видим, что остается Симпл. Один против троих игроков. Его берут на Кроссфайр. И это, друзья мои, конец первой половины. 10-5. Довольно рабочий счет. Особенно если сейчас взять пистолетку. То здесь уже сразу же в теории можно выйти на 10-7-10-8. То есть это довольно-таки неплохая ситуация для Гамбит. И мы видим, что они уже в защите, к сожалению, потеряли для себя одного игрока. Разменяли. И даже получили некое преимущество. Но ненадолго. 3-3. Нафани пытается сыграть как Бумыч. За траком раскатать всех. Но не получается. К сожалению, у него это сделать. Ну, к сожалению, для Нафани. И наоборот, к счастью, для Бумыча. Но здесь мы видим, что Хоббит решает покосплеить его. Похоже, это место, где все должны выигрывать. Забирает Перфект. Остается один в один. И у него есть киты. Он просто диффузит бомбу и бит. Об этом не знает. Или знает, но не успевает подойти. И да, друзья мои, пистолетка за гамбитами. Камбэк Израэль. Но вот этот раунд взорвал абсолютно все, друзья мои. Обратите внимание на калаш Симпла. Здесь битвы, жидая такселя. Он решил зачем-то подпушить. И это была огромнейшая ошибка. Тем временем Симпл выходит, дает хэдшот. Дает еще один хэдшот. Здесь замечает еще одного игрока. Подождите. Он один последний остался. И вот здесь дает еще хэдшот. Посмотрите, пожалуйста, на лицо Симпла. Внизу экрана он вообще такой... Че? Эй, че-че, че произошло? Кого? Он даже сам не понял, где сопротивление от игроков. Вышел. Одного убил. Второго по приколу. Третьему тоже дал башку с двух пуль. И четвертого так уже. Ну, пусть будет. Вот так вот, друзья мои. И вот как раз таки кажется, что после этого раунда команда Гамбит начала плыть. Вот то, что я говорил по морали. Не только. Естественно, по экономике. То есть здесь сейчас понятно, что этот раунд им выиграть будет очень тяжело. Потому что у них нет какого-то закупа. И все равно, обратите внимание, 3 в 3 идет размен. То есть Нави хорошо вышли, но не дожали тот самый монстр, который идеально выходил Гамбит. Здесь Интерс. Я хотел бы, чтобы он делал какой-то фраг, но не получилось. Ну и Хоббит остается один. Получится ли у него сделать такой же клатч, как пару раундов назад? Но мне кажется, что тут очень маловероятно. Вычекивает СЗшки игроков на плынте. Бомба только что была установлена. Времени предостаточно. Отворачивается в самый ненужный момент для него. И умирает от бита. Количество раундов, которые нужно для Нави, для того, чтобы закончить карту, все меньше и меньше. И Гамбитам нужно бы что-то с этим делать. Выходит на Аплент. Мы видим, что защита Аплента у Гамбитов очень сильно хромает, так сказать. То есть здесь зашли реально как к себе домой. Поставили бомбу. Бомба взрывается. И последний игрок Гамбитов уходит на сейв. Опять же показывают нам красивый огненный взрыв на арене. Выглядит действительно очень эффектно. Здесь хороший выход от Хоббита. Забирает электроника. Правда, его тут же разменивает Симпл. Ну и он красный. Неприятный достаточно момент. То есть этот отходит для того, чтобы его не забрали с какой-нибудь рандомной гранатки. И 4 на 4. Вот здесь еще на фане второй раз, по-моему, он забирает таким образом бита. И, естественно, нужно что-то сделать. Но прикол в том, что как раз-таки Гамбит думает, что это выход под А. А это, друзья мои, такой импровизированный раш-би-сюка. Но он заканчивается ничем. Бумбич остается один. Его забирают на кроссфайре. И 14 на 8. Гамбит не хотят отдавать эту карту. Они пока что проигрывать не планируют. Хоббит, видимо, разозлился. Здесь сейчас выходит на бита, но бит уже к этому готов. Говорит, дружище, второй раз, точнее наоборот, в третий уже. Я на эту херню не куплюсь. Говорит, ты меня отсюда в спину не заберешь. И Na'Vi выходит уже опять же на Б-плент. Но Широ здесь пытался с ними разобраться. Не получилось. Просто на стрельбе забирают игроков коллектива Гамбит. И, если я не ошибаюсь, это уже матч-поинт, друзья мои. Этот раунд нужно выигрывать по-любому. Но у Гамбит нет закупа. Что делать против хорошего выхода Na'Vi? Непонятно. Забирать, наверное, электроника. Бумыч! Тут же выходит в размен. Нормально. Симпл пытается прострелить в дым. Тут же идет инфа о том, что это Б-плент. Стягиваются все возможные силы. Но хватит ли этого? Пока что хватает. На 4 в 3 было только что преимущество у Гамбитов. Но у Na'Vi все-таки есть хорошие пушки. Перфекта забирает еще одного игрока. Тут же преимущество нивелируется. И Na'Vi чувствует себя уже более качественно. Эксайл пытается сейчас кого-то забрать с дегла. Перестрелять Симпл, у которого Авик. Ну, желаю, так сказать, удачи. Хотя, обратите внимание, Симпл-то красный. Но все-таки дистанция дает о себе знать. И не получается забрать никого. И как раз-таки именно красный Симпл ставит точку в этом противостоянии. И, друзья мои, 16-8. 23 фрага Симпл и Electronic 21, BoomH20. То есть Na'Vi разошлись невероятно. Но если вы думаете, что это было однокалиточное, так скажем, то пристегните ремни. Потому что вторая карта, это уже пик Na'Vi. И если гамбиты на своем выборе могли что-то показать, то здесь, ну, как бы, пистолетка, не сказать, что прям показательная. Да, действительно, ну, повесил три головы Симпл. А че, мы такого раньше, что ли, никогда не видели? Да, конечно же, видели. Но то, что будет происходить дальше, это действительно какое-то избиение младенцев. Экономический от Gambit без каких-либо потерь для новей. Тоже, в принципе, довольно-таки стандартная ситуация. Есть время почитать конспекты. Electronic решил поджать на фане. Забирает его тут же в яме. Hobbit пытается как-то уже разыграть через коннектор. Не получается это сделать. Бит подсел на лавочку, говорит, дай косарь. Интерс говорит, нет, но Симпл говорит, ну, не хочешь давать косарь, расплатишься своей башкой. Широ остается вдвоем с Хоббитом. Здесь они пытаются зажать перфекта. Бомба не может быть поставлена. И вот здесь очень такой хороший показательный момент дисциплинированности команды Na'Vi. То есть, в теории, они могут вдвоем выйти на Crossfire, забрать Хоббита, но они играют максимально качественно, максимально правильно. Просто встали в закрытую, ушли, не дали поставить бомбу. И если сейчас Хоббита заберут, это будет огромнейшая проблема. И да, именно это и происходит. Бумыч забирает Хоббита. И если вы, друзья мои, не знаете, когда террористы сейвят раунд и выживают после таймера, не дается денег этому человеку за раунд. И после того, как его убивают, у него нет оружия. То есть, он остается ни с чем. Ну и вот как раз после этого Гамбиты уже плывут невероятно. Я бы даже сказал, летят куда-то далеко. 6-0. Для Na'Vi пока что Гамбиты не могут вообще пробить оборону Рожденных Побеждать. Ничего не могут сделать ни с одним плантом. Пытаются опять же вывалиться через мид. Простите, пожалуйста, я сказал 6-0. Ну вот теперь 6-0. До этого было 5-0. Но, в принципе, мне кажется, что дальше только больше. Вот здесь тоже идеальнейший момент понимания игры. Обратите внимание, Симпл услышал какой-то топот. Отошел с коннектора, понимая, что для него это сейчас не самая приятная позиция. Тут же забирает игрока в яме. Но если бы он остался в коннекторе, его бы пропушило несколько соперников. И он уже был бы мертв. Бит также немножечко отходит. Здесь, правда, идеальнейшая голова от Интерза. Да и похоже, что это шанс. 3-3. А, Бленд вскрыт. И, наконец-таки, можно что-либо поставить. Еще и Широ на развороте забирает Перфекта на Фани. Просто как с Ники Бики Лайк заходит биту в спину и имеет информацию обо всех игроках. Электроник также в коннекторе. Он это знает. Он его видел. Не важно, как тот пытается шифтить. Все равно не получится. И Электроник уходит на сейв. Его не пытаются выбить, потому что у Гамбитов, у самих не так, чтобы прям все супер с экономикой. Особенно сейчас будет после выигранного раунда. Ну, если они умрут, то это даст им жесткий минус. Ну, и похоже, что именно это и происходит. Пытаются выйти на Б-Пленд. Не получается это сделать. Широ вроде как танцует. Его тут же выкуривают. Прокидывают Молотов. Нашли бомбу и 4 в 1 Интерс. Выходит на бита с Моликом. Бит говорит, ты что, дружище? Надо с оружием выходить? Что, не знал, что ли? Ну, цена этого урока 1 раунд. И дальше, друзья мои, вот именно, по-моему, с этого счета начнется безумная вакханалия. Через Симпла пропрыгнул один из игроков. Эксайла, правда, он уже не пустил. Интерс танцует на лавочке. Кстати, вот у Интерса очень хорошо получается тянуть время. И в этом раунде мы как раз таки это увидим и обратим внимание. Здесь игроки Нави прекрасно знают о его местоположении, но не хотят выходить большое количество гранат. Плюс размен явно будет не в их пользу, даже если хоть кто-то умрет. Вот бит как раз таки начинает поджимать Интерса. Бомба уже стоит на Апланте. И 2 игрока как раз таки держались на Б из-за одного Интерса. Они потеряли огромнейшее количество времени. Примерно половину от всего таймера бомбы. И вот сейчас уже вынуждены действовать как-то быстро. И на бум сказать так. Вот как раз Бумыч пытается сделать Ниндзе Дефьюз. Шира не получается это сделать. И Симпл наказывает Гамбитов за этот раунд, просто зарезав Кабанчика. Нам показывают от его лица. Убивает игрока на рампах. И пожалуйста. Это было обидно. Следующий раунд. Бит как раз таки забирает одного из игроков. И Бумыч дает второй нож подряд. Бумыч, будучи капитаном Нави, зарезал капитана Гамбит. Этот момент, мне кажется, не то что ударил по коллективу Гамбит и по их морали. Он его уничтожил. После этого момента, я не помню, взяли ли Гамбит хотя бы один раунд. Но они уже не вернутся в игру. Они уже не камбэкнут. Поэтому, друзья мои, уберите ножи, пожалуйста, от экранов. Может быть мы бы посмотрели чуть более конкурентоспособный Counter-Strike. Но нет, видите, уже 8-3. До этого было 8-2. То есть все-таки один раунд коллектив Гамбит взял. Это значит, что не все может быть потеряно. Бумыч забирает игроков, которые пытаются его как-то зарашить, как-то выйти под флешку. Не выходит ничего. Широ находится один в яме. Эксайл пытается пройти через коннектор, но там уже Симпл его пасет. Знает, что сейчас что-то будет Эксайл! Реальнейшая башка. Это как вообще? Это куда? Куда этот парень так вышел и выстрелил? Можно так каждый раунд делать? Ну, похоже, что нельзя. 10-3, друзья мои. Первая половина начинает подходить к концу. И Гамбит, может быть, сейчас стоит сделать какой-то агрессивный выпад. Да, вот такой вот раш-а через ковры. Но Бумыч принимает довольно-таки неплохо. Троих игроков забирает. Сам живой. Четвертого с пистолета. Здорово, Бумыч. Спасибо огромнейшее. Согласен, согласен. Арена орет. Бумыч радуется. И этот раунд был очень хорош и был очень важен для коллектива Гамбит. Потому что, ну, можно. Можно было его выиграть и как-то перевалить чашу весов в свою сторону. Если сейчас проигрывают этот, то, скорее всего, денег на следующий не хватит. И очень похоже, что они его проигрывают. Интерс, правда, забирает одного игрока. Но Нави это не так важно. Экономика стабильная. На два раунда уж точно хватит с максимальным закупом. Поэтому тут можно терять игроков в конце, не парясь. Об этом, если ты знаешь, что раунд уже выигран. Хороший выход от Гамбита. Все засмочено. Но на этом, правда, все, к сожалению, закончилось. Они просто вывалились. Просто упали. И просто перфекто всех забрал. 3-12, друзья мои. Вот это уже действительно разгромный счет. Это не 10-5, как было на предыдущей карте, после которой, опять же, можно что-либо играть. Здесь пистолетка будет стоить игры. Если Гамбиты ее проигрывают, то это уже, ну, можно сказать, в одни ворота. И похоже, что они ее проигрывают. Потому что 4 в 3 за террористов уже выходят на, даже непонятно, на какой плент. Поэтому сами Гамбиты, я думаю, не знают. Правда, вот, к сожалению, Симпла забирают на Бумыч. Тут же выходит в размен. 3 в 2. Для КТ это всегда неприятно, когда террористов больше. То есть тебя могут тупо задавить мясом, задавить числом. Бумыч выходит на Бечере Шорт. Также туда заходит бомба. И игроки Гамбит уже потеряли оборону плентайм. Нужно будет их выбивать. И Интер смотрит просто бочиной в Электроника. Его, похоже, сейчас никто не прочекает. Электроник, правда, не убил человека в спину. Ладно. Бывает. Ничего страшного. Интер пытается... А он точно играет за сторону защиты? Он знает, что ему бомбу нужно идти раздиффузить. Он что-то стоит там себе в кухне и стоит. Ну, видимо, ждал, пока тиммейт подойдет ближе к Шорту. Ну, вот, дождался. И, друзья мои, эта пистолетка, как после нее камбэкать, неизвестно. 13-3. Нави выходит и под флешки, и с ганами. Без какой-либо фармежки, без ненужной херни. Закупились хорошими девайсами. Убили всех, забрали 14-й раунд. И это уже катком проходит по коллективу Гамбит. Если сейчас хоть кто-то из них возьмет хотя бы один раунд, это будет уже довольно-таки неплохо. А вот этот момент, я помню, его нужно посмотреть чуть более внимательно. Здесь, друзья мои, казалось бы, возможность камбэка. Нави 3 в 5. 3 в 4 уже здесь. Но вообще изначально было 3 в 5. Бита просто спустили в шорт. Непонятно, как вообще оборона дала сбой. Но вот именно за счет вот этого Бита, который дает идеально 2 головы, потом еще выходит тиммейт и забирает третьего игрока Гамбитов, ситуация из 5 в 3 становится 2 в 3 с поставленной бомбой. И Бита здесь уже не выкурить. Он играет в иглу, забирает на плохом выходе Хоббита, и Ширу тут же умирает. И вот этот раунд, казалось бы, что Гамбит могут его брать. Для них все было хорошо. Они уже настолько сильно поплыли, что 15-3 без закупа на фане. Уже мертвый. И, ну, здесь сейчас будет просто хороший нормальный выход под гранаты от коллектива Нави. И вряд ли что-то ты сможешь этому противопоставить. Правда, электроника забирает Интерс. Тут же моментальный размен. Симпл выкидывает бомбу. Хороший фраг от Акселя. Но сможет ли он здесь долго прожить? Хотя подождите, 3 в 3. Плюс еще девайсы какие-то имеются. Перфекта, правда, дает отличнейшую голову. Симпл уже контролирует кухню. Хоббит пытается выпрыгнуть. Не получается это сделать. И, друзья мои, 15-16. Прошу прощения, 3. И это 2-0 в пользу Нави. И они в гранд-финале. Сегодня они будут играть против коллектива GTU. Надеюсь, что покажут такую же игру после столь разгромного матча. Если Нави не возьмут мажор, то это будет что-то невообразимое. Буду держать вас в курсе. Ну а так, друзья, надеюсь, что данный видос вам понравился. Спасибо огромнейшее, что досмотрели его до конца. Как всегда, желаю счастья, здоровья, удачи. И до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok